Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Судей. И сегодня мы будем читать 17 главу, в которой рассказывается о том, как Миха, вопреки Божьим повелениям, решил устроить у себя дома домашнее святилище. И мы читаем. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей, Тысяча сто сиклей серебра, которые у тебя взяты, из-за которых ты при мне изрекла проклятие. Это серебро у меня. Я взял его». То есть здесь мы видим такую ситуацию, что сын украл у матери деньги, и она, не зная точно, кто это сделал, прокляла этого человека. И, может быть, через какое-то время Миха испугался этого материнского проклятия. Она могла сказать, «Я проклинаю того, кто украл мои деньги». И это побудило его к тому, чтобы он сознался. Этот его поступок был, конечно же, правильный, правильный, то, что он сознался. Но крайняя форма нечестия – красть у собственной матери. И вот как отреагирует мать на эти слова Михи. Мать его сказала, «Благословен сын мой у Господа». Почему она говорит «Благословен сын мой у Господа»? Она как бы здесь говорит, «Да, может быть, я прокляла тебя, не понимая, что именно речь идет о тебе, но у Господа ты остаешься благословенным». И сразу возникает вопрос, а как совместить преступление человека и Божье благословение? Разве одно не исключает другое? Древние считали, что Бог судит и оценивает человека не потому, что он сделал когда-то, и даже не потому, что он будет делать потом, а потому, в каком состоянии он сегодня и сейчас. А так как он сознался в этом своем преступлении, поэтому она и произносит эти слова «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей 1100 сикелей серебра. Мы видим, что он возвращает ровно ту сумму, которую он украл, и это называется плодом покаяния. «И сказала мать его, это серебро я от себя посвятила Господу для тебя, сына моего, чтобы сделать из него истукан или той кумир, и так отдаю оное тебе». Но он возвратил серебро матери своей, мать его взяла 200 сикелей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан или той кумир, который и находился в доме Михи. Вот здесь совершенно неожиданно мы сталкиваемся с двоеверием в еврейском народе, когда, признавая Бога Авраама, Исаака и Иакова, они позволяли себе делать истуканов, из серебра или из злота. «И был у Михи дом Божий». То есть, не надо это понимать буквально, а дом Божий, надо это понимать как подобие дома Божия. То есть, он решил создать такой домовой храм, где бы на главном месте стоял бы этот истукан. «И сделал он эфод, то есть подобие эфода, и терафим, подобие терафима, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником». То есть, полный хаос, мы видим, идолопоклонство, совмещенное с верой в единого Бога, и отец посвящает сына священникам, хотя он не имел на это никакого права. И вот 6 стих 17 главы, он является как бы характеристикой всему тому поколению, которое было до начала поколений царей. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». И вот от того, что каждый делал то, что ему казалось справедливым, одному казалось одно, а другому другое, то в мире воцарился хаос, как и в наши времена, каждый делает то, что он считает справедливым. И не очень понятно, для себя справедливым или для других. И в мире воцаряется хаос без единодержавия, в противоположность царской власти. «Один юноша из Бифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогой, пришел на гору Ифремову к дому Михи. И сказал ему, Миха, откуда ты идешь?» Мы видим, что этот юноша, левит, он просто ищет для себя совершение каких-либо треб, обрядов, исполнения обычаев, религии Израиля. Это как бы его способ иметь заработок. И он приходит в дом Михи, где создано альтернативное святилище, то, что было запрещено Богом. И Миха спрашивает его, откуда он идет. Он сказал ему, «Я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится». Что значит «где случится»? То есть, где будет надобность в моем служении. «И сказал ему Миха, останься у меня и будь у меня отцом и священником». Вот здесь мы видим, что такие понятия, как священник – отец, отец – священник, они тождественные. И хотя Христос говорит, никого не называйте отцом, это имеется в виду, как Бог, который есть всеобщий отец, творец всех людей, никого нельзя так называть отцом. Или когда Христос говорит, никого не называйте учителем, имеется в виду, что в таком абсолютном смысле всеобщий учитель – это, конечно, только Господь, Христос, и никого из человеков мы не можем так называть. Но в то же время в церкви есть учителя, сказано, иных поставил учителями. В церкви есть отцы, как Павел пишет, немногие у вас отцы, я родил вас благоествованием своим. И тут мы четко видим, что священник – отец, отец – священник – это тождественное понятие. Хотя речь-то идет о юноше, это молодой человек, этот левит. Я буду давать тебе по десять сикелей серебра на год, потребное одеяние и пропитание. То есть назначение как бы священника совершать службы, а миряне должны заботиться о его быте, о его пропитании, существовании. Потому что если он будет заниматься еще и этим, то он не сможет сконцентрироваться на служение народу Божию. Левит пошел к нему и согласился левит остаться у этого человека. И был юноша у него, как один из сыновей его. А почему здесь опять уточняется, что он был юноша? Этим Писание подчеркивает то, что он все-таки опрометчиво вступил в отношения с Михой, войдя в его дом, где было идолопоклонство. То, что называется «Вода-зара» – чуждое служение, запрещенное Богом. Миха посвятил левита, то есть назначил его. И этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха, «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Но тут очень многое совершенно не канонично. Во-первых, непонятно, имел ли он право его посвящать. Конечно же, нет, скорее всего. Потом мы не очень можем здесь понять, вот этот левит, имел ли он право священодействовать. Если он называется юношей, то священодействие начиналось в 30 лет. Если он только левит, но не потомокорона, то он не мог быть священником. Итак, мы видим завязку сложной такой, не очень каноничной ситуации. И к чему она приведет, мы будем говорить в следующий раз, когда будем читать с Божьей помощью уже 18 главу этой книги. «Если будем живы, и Господь позволит». know, Продолжение следует...